Средняя зарплата по-разному. В пределах 33, 38. Сколько мы отработаем? Работаем мы все больше, чем полторы ставки. У всех у нас высшая категория. Средняя недоплата по сравнению с городскими в пределах 5-6, я думаю, это однозначно. Так и высказывается у нас заведующая. Вы на селе, вы не работаете, столько вызовов не обслуживаете, сколько обслуживает Березовская скорая помощь, поэтому у вас поменьше. Но мы категорически с этим не согласны. Вот что нас волнует, потому что мы также работаем, мы также устаем, мы также обслуживаем дальние вызовы. У нас много реанимационных очень вызовов. У нас вот такие пробеги, мы четыре вызова, например, можем ездить целый день. Или если везем в ПСО, например, в Екатеринбург, или на Сибирский тракт в психбольницу больного, расстояние длительное. После оптимизации в декабре 2015 года, когда у нас сделали спецоценку условий труда и перевели нас с оценки 3,3 на 3,1, на нашей подстанции спецоценка не проводилась. Биологический фактор, когда проводится спецоценка, на скорой менее 3,2 не ставится. У нас же, мы два года работали, у нас была спецоценка 3,1. Поэтому 14 дней дополнительного отпуска у нас убрали, и в зарплате мы много потеряли. Разница в 3,1 и 3,3 – это дополнительный отпуск. А за что он дается? За то, что мы работаем, ну, реанимационные вызовы, туберкулезные больные, ВИЧ-инфицированные, мы всех их обслуживаем. Размеры стимулирующих выплат регулируются на основании протокола, который подписывает заведующая скорой помощью в зависимости от нагрузки бригады, от тяжести вызовов, от того, какие меры выполняли сотрудники в определенном месяце. То есть каждый вызов рассматривается у каждой бригады, и затем в зависимости от нагрузки на бригады, да, производится выплата стимулирующая. У них большой нагрузки нет. Значит, среднее количество вызовов 5-7 в поселке Монетном, в городе Березовском 12-14 вызовов. Но, однако, количество вызовов такой роли не играет, как тяжесть вызовов и то, что делали на вызове эти фельдшера. То есть в зависимости от того, какой патологией они занимались. В зависимости от качества вызовов, от того, что делали на вызове, проводятся выплаты. Сказать, что они у них меньше на 5 тысяч, ну, я не могу. Вот октябрь месяц этого года. Вот заработная плата, то, что на руки получили фельдшера поселка Монетный. Вот средняя заработная плата фельдшеров на скорой помощи. Вот то, что в октябре они получили на руки. Ну, вы сумму прямо озвучите? 52 тысячи, 45, 55, 47, 56 тысяч. Но здесь и некоторые сотрудники там в октябре, они полностью отработали. Это на полторы ставки, сутки через двое. Ну, в среднем у них выходит на руки 50 тысяч. Это минимум. 48-50 тысяч. В Екатеринбурге средняя зарплата фельдшеров, ну, со слов Пушкарева. На скорой помощи на полторы ставки 45 тысяч.